Над полем пролетают гранаты, но сигнала тревоги нет. Гранаты не боевые, а учебные. Школьники Кировского района собрались на одной площадке, чтобы сыграть в военно-спортивную игру «Зарница». Для того, чтобы подготовиться к импровизированным сборам, ребята посещают кружок начальной военной подготовки. Мы стреляем, подтягиваемся, противогаз одеваем. Дисциплина в стройных рядах школьников оттачивается на плацу. Дружными шеренгами, шаг за шагом ребята совершенствуют навыки строевой подготовки. Направляются выполнять первое задание. В среднем ученики надевают противогазы за 5 секунд. Однако некоторые участники продемонстрировали неожиданную скорость – всего 2 секунды. Такие навыки преподаватели считают жизненно важными. Мы говорим не только о химическом оружии и ядерном оружии. Мы говорим, даже обыкновенно в наше мирное время бывают аварии с выбросом радиации, с выбросом аварийно-химически опасных веществ. Атмосфера на играх по-настоящему боевая. Эстафету школьникам передают ветераны. В годы войны ряды войск были пополнены именно жителями Кировского района и, безусловно, труженьками тыла. Девочки не уступают, выполняют все задания. Для них не облегчили учебную программу. Единственная поблажка – в отличие от мальчиков, они не подтягиваются, а отжимаются. Заканчиваются игры эстафетой. Кросс на 200 метров и последний этап пройден. Теперь можно отправиться на спортивную площадку, уже без военной амуниции. Дарья Агурьянова, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов.